Когда на улице метет, больше всего на свете хочется оказаться там, где уютно и тепло. Даже взрослые становятся немного детьми и начинают верить в сказку, когда смотрят на снегопад через окно. Художественный музей Череповца готов подарить всем желающим это волшебное ощущение. В художественном музее планировали зимнюю выставку уже в течение долгого времени. И у нас действительно прекрасная коллекция именно графики и живописи на тему зимы. Мы думали, как это преподнести для наших самых маленьких зрителей, чтобы им это было понятно и близко. И одному из наших сотрудников пришла такая идея сделать нашим персонажем мумитролем. Дело в том, что есть история о мумитроле, который однажды зимой просыпается, до этого он зиму не видел. И вот мы вместе с ребятами рассматриваем наши работы вместе с мумитролем. Картины, старинные экспонаты и герои серии книг финской писательницы Туви Янсена создают удивительную атмосферу. И хотя изначально все создавалось для детей, но и взрослых выставка заставляет широко открыть глаза, отмечают сотрудники музея. Тем более графика, которая представлена там, ранее никогда не выставлялась. Это произведения художников со всей России. Владимира Корбакова, Владимира и Андрея Ветрогонских, Василия Звонцова, Юрия Воронова и других. Впервые показаны и работы Международного творческого объединения «Солнечный квадрат». Понравилось то, что очень интересно рассказывали о зимних пейзажах. И думаю, что детям было достаточно интересно, познавательно увидеть зиму в картинах художников. Очень все понравилось. Я думаю, что дети вернутся сюда со своими родителями. И мы тоже в течение года постараемся сюда приходить почаще. Художественный мир дети познают в музее с помощью квеста. Это самые разнообразные вопросы, загадки, игры. Все, чтобы дети не заскучали. Вам что больше всего понравилось? Мне больше всего. Все понравилось. Мне все. Главный уголок тепла и уюта на выставке – конечно, домик с печкой и кроваткой, где спит мумитроль. Любая зима предполагает место, где можно согреться. Рядом на комоде, отреставрированном Александром Стуловым, выстроились баночки с зимними запасами – горохом, грибами, орехами и грушами. Это замечательные работы череповчанки Нины Косыгиной. У вас еще есть шанс окунуться в сказку. Выставка открыта в художественном музее до 31 января для всех без возрастных ограничений. Елена Кириллова, Сергей Павлов. Новости.